Мы с вами, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, благодарим Бога за тех великих угодников Божьих, которые воскрешают телеса человеческие. В свою очередь, присовокупляясь к Церкви Христовой, врачи и священники спасают многие человеческие души, потому что спасти одно тело без души невозможно, спасать одну душу без тела невозможно. Тихон Задонский говорит, что душа и тело в одной упряжке идут человек с душой к Богу, и поэтому по воскресеньям Христовым должны вместе получить награды или наказание за свою жизнь. Грехом пришли болезни и смерть, но Господь не хочет оставить человека без своей благодатной помощи и поставляет врачей. Дает ему мудрость в создании лекарств, препаратов, но в окружающей среде каждое растение, оно есть лекарственное. Оно исцеляет человека, дает силы, дает терпение. И Господь, если все это совершает по благословению поля Божьей, он имеет множество даров для того, чтобы жить свою жизнь. Я уже сказал, Господь поставляет врачей. Я знаю многих врачей, из них, которые получили мировое признание Тошалимов, Амосов, из тех, которых я знал, великих людей, ныне здравствующих, которые много творят чудес. Или вернее, если Господь творит через них чудеса, потому что они уверили свою жизнь, свое сердце Богу, и Господь пришел в человеческое сердце и совершает в Троице, прославляя множество событий и действий, которые наполняют здравым человеческую душу. Это Усенко Александр Юрьевич Рыков, это Любов Денисюк, это Василий Васильевич Лазаришинец. Лилия Ивановна, Таисия Лобода. Мы видели жертвенное служение Голубовской Ольги Анатольевны, Педаченко, Евгений и множество-множество других. Я сегодня от всей души хочу поздравить Вас, дорогие врачи, с Вашим профессиональным праздником. Хочу и желаю Вам доброго здравия, долгих благословенных лет жизни. Мы склоняем перед Вами колено своей души и тела за жертвенный подвиг этих двух лет. Вы бессмертный полк служителей для людей. Вы каждый день ишли на смерть, потому что, идя на обследование, идя на прием, никакая маска не может защитить человека от беды, вирусов, коронавируса и других болезней. Но сила благодати Божьей и сила Вашего желания и воли послужить ближнему были превыше всех и превыше всего. Поэтому мы Вас благодарим за Ваше жертвенное бесстрастное служение. Вы совершили, исполнили заповедь. Нет больше заповеди и любви, чем отдать душу свою за ближних своих. Вы жертвовали каждую минуту, служа нам, священникам, епископам, мирянам. Скольких Вы людей возвратили из дороги смерти. Это непостижимо человеческому уму. Скольким Вы продлили годы жизни через операции. Сколько Вы дали людям возможности видеть свет, ходить своими ногами, осязать руками. Это Вы все, потому что Вас Господь избрал, как тех добрые орудия в руках Божьих, потому что Вы отдали себя на служение человеку. Ваш небесный покровитель, препродобный Агапи, Дамьян, Ипатий, Пантелеимон, Лукавый, Несенецкий, они были людьми, как мы с Вами. Они были исполнены благодатью Святого Духа, которая немощная врачующая и воскудивающая восполняющая. И Вы тоже самое делаете. Вас Господь наполняет благодатью, потому что невозможно взять капельку крови, установить те все проблемные моменты, которые есть в теле человека. Вы это делаете. Вы целители наших телес. И Господь вместе с телом дает и возможность исцеления души. Многие люди, которые соприкоснулись со смертью вочию, изменили свою жизнь, встали на путь покаяния и служения Богу. Еще раз и еще раз сердечно поздравляю вас с великим радостным праздником, праздником медика. Сюда входят и медсестры, сюда входят врачи, сюда весь персонал, который работавший в больнице, на кухне, санитарки. Это все Вы, единоцелые, поддерживаете нашу жизнь. Пускай Господь вам воздаст старицей здравия, довладенствия. Мы, к сожалению, не умеем ценить врачей. Мы говорим, что вот они не спасли, они не Бог. Может быть, человеку нужно призадуматься про свою жизнь, изменить ее, чтобы нам кто-то мог помочь. А если даже они не смогли, врач делает все необходимое, а жизнь заканчивается или продлевается по воле Божьей. Но ты, человек, задумайся. Не всегда тебе 18, не всегда тебе здоровье будет. Как мы это здоровье себе даем? Мы сами его или губим, кто пьет, курит, принимает наркотики, ведет распущенную жизнь. Он не может иметь доброго здоровья, нарушая посты, не сохраняя предписаний, и после, кто виноваты, врачи. Нет, они не виноваты. Виноваты мы все с вами, потому что мы не умеем ценить жизнь, мы не умеем ценить дар Божий, который дан человеку. Мы не умеем, к сожалению, ценить ничего. Но когда уже приходит скорбный час, мы хватаемся, но уже поздно. Приходит нам навстречу Господь с ущадами и врачами, которые наполняют нашу жизнь радостью. Спасибо вам, поклон вам и Божие благословения дохранит вас на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, Многое лето, многое лето, многое лето, Субтитры создавал DimaTorzok Многое лето 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон